В День народного единства в Мариинском посаде начались общественные обсуждения развития исторической части города. Решать, каким будет Марпосад, высказывать свои пожелания по развитию города, собрались представители организаций, учреждений, предприятий республики, депутаты, активисты и все те, кому не безразлична судьба города. Это люди разных возрастов, профессий, национальностей, взглядов на жизнь. Собравшихся поприветствовала заместитель председателя Кабинета министров Чувашской республики, исполняющий обязанности министра образования и молодежной политики Чувашии Алла Салаева. Стал знаковой точкой на карте страны. Приглашенные спикеры отметили у Мариинского посада большой туристический, экономический и исторический потенциал, который необходимо развивать, и данные обсуждения должны в этом поспособствовать. Буквально перелистывая несколько страниц из советской истории, я наткнулся на цифру о количестве пассажиров на реке Волга. Эта цифра измеряется двумя миллионами людей. У нас в Чувашии два миллиона человек-пассажир на Волге. Здесь очень большое количество малых городов, как Шайск, Мариинский посад, Звенегово, Козловка, Криуши. Тут колоссальное количество природных богатств, то есть те же острова и озера чистейшей воды. Они недоступны для рядового туриста. Если мы сейчас Мариинский посадка ключиком откроем желание людей посещать и выработаем эту привычку знакомиться со своей культурой, то у нас потенциал будет бесконечный. Участники мероприятия разделились на несколько групп и провели обсуждение вначале в своем коллективе. Далее была возможность задать вопросы спикерам, а по завершении каждая группа представила свои мини-проекты по благоустройству. Вся концепция была построена на летний период, на период судоходства. И я вижу то, что там террасы, закаты и все хорошо, но как же быть всей этой территории зимой? Может быть сделать там, ну не дендропарк, а что-то похожее, используя то, что мы уже туда вложили. Мне кажется, надо обратить внимание на то, что там берег уползает и проводить какие-то, ну, неотложные просто-напросто мероприятия по укреплению, по сохранности самой горы. Как раз это основная проблема, то, что через центр приезжают большие грузы. И, во-первых, это выхлоп большой, во-вторых, это сама нагрузка на дорогу. В 2019 году Мариинский посад подал заявку на конкурс малых городов и исторических поселений. В этом конкурсе город в числе победителей и получит федеральные средства в размере 69 миллионов рублей на благоустройство набережной и пешеходной зоны. А помимо этого, сегодня правительство знает перед нами задачу расширения этой территории. Потому что, если мы говорим о потенциале туристов, то у нас встает вопрос, куда приезжают эти туристы и, главное, зачем приезжают. А зачем, когда мы говорим о большом количестве туристов, не ограничивается этой улицей одной улицей. Нам нужно благоустроить само историческое ядро города Мариинского посада, наполнить культурной составляющей, событийной составляющей, чтобы людям разных категорий было интересно приезжать сюда. Среди первых идей по итогам общественных обсуждений – создание новых памятников, развлекательных площадок, изменение девиза города, благоустройство общественных территорий, поддержка местных ремесленников и многое другое. Все озвученные участниками мероприятия и предложения будут учтены в дальнейшей работе. Руслан Иванов, Петр Куприянов. Новости Новочебоксарска.